Друзья, всем большой привет! Спасибо, что зашли к нам на канал! Сегодня у нас будет и мотивация на уборку. Мы с вами немного приберемся в холодильнике, также что-то поготовим, ну и просто расскажу о наших новостях. Начала я свои съемки в четверг. Мы уже здесь позавтракали, и я приступаю готовить обед. Делаю все очень быстро, потому что я была записана к врачу на УЗИ, и мне нужно было приготовить обед. На обед у нас сегодня суп с фрикадельками. Я сейчас пропускаю говядину через мясорубку, потом скатаю фрикадельки, тефтельки, кто как называет, и уже буду бросать в кипящую воду. Картошку я уже заранее почистила. В это время у нас была нянечка, как раз гуляла с малышами, но я могла спокойно поготовить. Я собиралась делать много фрикаделек, значит, часть отправить в суп, и часть заморозить, но по времени я не успевала. В итоге потом оставшийся фарш просто уберу в зип-пакет и в морозилку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Суп очень простой, вкусный. Единственное, очень долго скатывать эти фрикадельки. Лучше, конечно, заранее их сделать, заморозить и потом уже добавлять в кипящую воду, что я как-то уже делала. Это действительно удобно. Ну, а здесь я нарезаю картошку кубиками, тоже в кастрюлю закину и пускай варится. Оставшийся фарш как раз здесь убираю в пакет, и потом, может быть, макароны по-флотски сделаю с мясом. Получился вот такой немаленький пакетик. Ну, на один раз, на ужин хватит. Пока готовлю, стараюсь параллельно сразу все помыть, убрать. Вообще не люблю, когда заставлю на столешнице, особенно, когда готовишь. Но здесь все делала быстро, не сразу все удавалось убирать. Здесь я решила еще прокрутить через мясорубку бедро индейки, но в итоге я не успела, потом уже вечером это сделала. Смотрите, супчик уже готов, добавляю туда чеснока для аромата. Еще хотела зелени, но, опять же, я не успевала, надо было уже бежать. Супчик очень вкусный, но, главное, простой. Кстати, я еще туда добавила вермишель, потому что поняла, что он у меня не очень получился густой. А мы уже дома, я зашла к девочкам в комнату, здесь никого нет, и здесь тихо. Хотя бы хоть немножко с вами поговорить. В общем, съездили на УЗИ, все хорошо. Малышка растет, идет срок в срок. У нас сейчас идет уже 25-я неделька. Малышка высокая, сказали, ножки длинненькие, ручки длинненькие. Говорит, у вас все детки высокие? Я говорю, да. У меня до этого был другой врач, сегодня был новый, но у нее стаж больше, чем у предыдущего врача. И она настолько все подробно рассказала, показала, хоть у меня это было не первое УЗИ, и не с первым ребенком, но настолько подробно все рассказать, все показать. Прям было очень хорошее, четкое, скрининговое УЗИ. все хорошо. Она зевала, прям было видно, знаете, ротик, язычок, язычок даже видно было. Косточки, в общем, все в норме. А в конце даже немножко она подключила 3D УЗИ, никогда не делали. И она сама прям предложила чуть-чуть прям. Так, это, конечно, мило, это очень трогательно. Со мной заходил Сережа, в кабинет тоже все это видел. В общем, я аж это прослезилась. Я вообще сейчас такая сентиментальная. УЗИ все хорошо, слава богу. Я сказала, да, уже 500 грамм мы весим. Что еще такого? А, еще сказала, что у нас волосики там, голова не лысенькая. Вот, ну, это, конечно, все мелочи. Главное, что здоровенькая малышка. Подтвердили точно, что девочка. Какие у нас еще новости? Нянечка у нас выздоровела, как я сказала. На этой неделе мы никуда не поехали. Я очень надеюсь, что получится съездить на следующую неделю в Москву. Хочется свозить деток в океанариум. Я уже не загадываю, как пойдет. Вообще, знаете, когда мы раньше жили в Москве, мы гораздо чаще куда-то выезжали. Это было гораздо легче. Ну, а потом началась пандемия, и вообще все закрыли. Никуда мы вообще не выезжали. Ну, впрочем, как и все. Но когда мы переехали за город, это стало гораздо сложнее вообще куда-то выезжать. Именно из-за расстояний. Ну, ничего. Я стараюсь, знаете, заранее продумать до мелочей, как развлечь детей, куда их свозить. И, знаете, хотела вам рассказать про один очень интересный и классный сервис, которым пользуюсь уже очень давно, еще когда у меня было трое детей. Есть сервис Беглеон. Беглеон – это крупнейший в России онлайн-сервис, где на сайте или в мобильном приложении предоставлено более 10 тысяч акций со скидками до 90% на развлечения, аквапарки, кафе и многое другое. Помню, ездили в аквапарк всей семьей, и как раз через Беглеон купили билеты с хорошей скидкой, и дети были довольны, но и нам, конечно, приятно. Все очень просто. Вы выбираете любую категорию услуги и товара, где вы хотите сэкономить, и покупаете купон со скидкой. Например, наши дети очень любят страну профессии китзания, много раз ходили, и как раз можно через Беглеон купить купон со скидкой 50%. Согласитесь, это очень выгодно и удобно, что на месте не нужно ничего доплачивать. Также мы с Сережей и детьми любим посидеть в Эльпатио, и как раз можно через Беглеон приобрести купон на скидку 50% за 100 рублей, и уже на месте вы доплатите только 50% от стоимости вашего заказа. Согласитесь, это хорошая экономия. А еще, совершая покупки от 1000 рублей, вы получаете шанс стать обладателем 1 миллиона рублей. Все подробности розыгрыша можно также посмотреть на сайте Беглеон. Беглеон действительно классный сервис, и если вы еще не пользовались, обязательно оставлю ссылочку в описании под видео, также по моему промокоду. У вас будет еще дополнительная скидка, но я рекомендую. Действительно хороший сервис. Сама много раз им пользовалась, и можно действительно хорошо сэкономить и проводить время, или что-то купить с хорошей скидкой. Но какие планы на сегодня? Я еще планирую помыть холодильник, потому что была большая закупка, и давненько я уже не убиралась в холодильнике, нужно все оттуда вытащить, помыть полочки, ящики, поэтому я планирую сегодня еще это сделать, также приготовим вместе с вами ужин. Ну и что-то по ходу дела вместе с вами разберем. Кстати, съездили с Сережей на Валберес, я забрала заказ, который делала еще во время болезни, там ковер пришел на кухню, и еще там мелочи. Так, ну как и обещала, покажу вам покупки с Валберес. Ничего особенного, но поделюсь, может быть кому будет тоже интересно. Смотрите, взяла комплект полотенец, здесь всего 5 штук, и обошлись они 300 рублей. Вафельные приятные полотенца, и мне очень понравилась расцветка. 300 рублей, представляете? Еще взяла такие полотенца, но здесь в наборе 2 штуки, тоже по 300 рублей стоили. Сейчас распакую, покажу. Также взяла для нас взрослых такие бокалы. У нас есть кружки с таким двойным дном, но давно уже хотела еще и стаканы. Так что взяла еще стаканы, и вот такую вот стеклянную к ней трубочку. Набор трубочек стеклянных тоже стоили 200-300 рублей. Ну, так для старших деток и взрослых им будет интересно, старшим детям. И еще взяли ковры. Вы спрашивали, зачем для кухни ковер? Это специальные ковры для кухни. Вот эти вот 2 сереньких, они точно для кухни специальные. Я часто хожу босиком, и когда я мою посуду, мне просто приятнее стоять на коврике, чем на холодном полу. Тапки я редко одеваю. Я знаю, когда убираюсь, наверное, я их одеваю, то не всегда, забываю часто. Так что я хочу сегодня заменить вот этот вот банный ковер, который лежит сейчас около раковины, заменю. И с вами посмотрим, какие сюда коврики подходят. Здесь по 2 одинаковых ковра. Хочу с одной стороны, ну и рядышком тоже. А еще специально заказывала на Валберест такую подставку для кружек. У нас получается, что дети не дотягиваются до верха. Вот у нас наверху шкафчик, да? И здесь у нас хранятся высоко кружки. И детям, конечно, неудобно доставать, и поэтому приходится либо брать стулья, это старшим детям, потому что старшие не все дотягиваются. Ну а малышам, понятно, постоянно даем мы сами. Я подумала, почему бы не купить такую подставку для кружек и стаканов. Вот ее вот. И думала повесить ее как раз над раковиной. Но дело в том, что я совершенно не продумала, что здесь кран, два крана, один с фильтрованной водой, здесь просто... В этом кране обычная вода. Я не подумала, что так-то висит хорошо, но мешают эти краны. Поэтому, наверное, надо в другое место вешать. Но полочка удобная, потому что и сюда можно кружки повесить, да, и сюда поставить. И не надо никуда тянуться, а то обычно у нас эти кружки стоят на столешнице. Ну, некрасиво все это выглядит. Как-то хочется порядка. Поэтому, может быть... Нет, вместо этих досок тоже не могу. Здесь розетки. Вот, может быть, сюда повесим. Не знаю. Вот, кстати, сюда, может быть, и подойдет. Вот сюда подошло. Прямо впритык. Ну, не знаю. Конечно, наверное, не очень это выглядит, но лучше, чем... чем кружки на столешнице. В общем, буду сейчас думать, как это все сделать, как оставить. Но полка удобная. Надо ее помыть и посмотреть, как она будет. Так, ну что, будем с вами приступать к холодильнику. Кто давно тоже не разбирался в нем, давайте вместе приберемся, наведем порядок, помоем полочки. Я сейчас все освобождаю, вытаскиваю. Я, кстати, потом поняла, что я две полки так и не помыла. На двери вот эти вот верхние, но потом уже домою. Конечно, в идеале приводить в порядок до того, как вы покупаете продукты, все там помыть, разобрать, и уже как раз с продуктами, с закупкой новой, вы уже аккуратно все разложите. Но я вовремя это не сделала, и когда Сережа купил продукты, так как у нас два холодильника, мы основные продукты убрали в кладовку во второй холодильник. Ну, а здесь я теперь все помою и потом уже аккуратно все разложу. Конечно, удобнее было бы помыть эти ящики и полки в ванной, но она у нас находится на втором этаже, и там спали малыши. Я не хотела лишний раз туда подниматься, шуметь, поэтому мыло все в раковине, но, скажу честно, это не очень удобно, раковина маленькая. Продолжение следует... Полки, ящики я помыла, так приятно, все чистое, блестит, и теперь протираю внутри просто тряпкой с водой холодильник, он не особо внутри грязный, поэтому протираю тряпочкой, и уже буду аккуратно все выставлять и загружать продуктами. В один из ящиков я положу овощи, так мне будет гораздо удобнее их доставать, потому что они, как раз эти овощи, лежали в другом холодильнике, пока до них дойдешь, не очень удобно, много не унесешь. На дно ящика специально стелю бумажное полотенце, чтобы оно впитывало влагу, но и чтобы ящик не очень-то запачкался. запачкался. Музыка. 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 Так, пока не потемнело, решила постелить ковры и посмотреть, какой же лучше. Но мне кажется, лучше вот этот побольше оставить. Два таких одинаковых сейчас постелю, а этот он очень какой-то маленький, наверное. Вот этот классивый ковер, мне нравится. Мне кажется, сюда на кухне прям хорошо будет смотреться. И тепло. Так, ну что, показываю, что получилось. В этом ящике у нас овощи, как уже вы видели. В этот ящик я положила кисломолочные продукты, фрукты туда не убираю, потому что их много, и они постоянно у нас быстро съедаются. Эту полку я оставляю почти пустой для супов, для кастрюли с супом. Ну, тут еще стоит сметана, варенье. Ну, а наверху у нас яйца, сыр и зелень. Потратила на уборку я, мне кажется, меньше часа, но насколько приятно, когда там чисто. Ну, а здесь показываю, сколько у меня накопилось соевого соуса. Я говорила, что в токсикоз я ела одни роллы, точнее, я только их могла есть. И смотрите, сколько соуса накопилось. Я думаю, просто сделаю потом маринад для курицы и израсходую его быстренько. Ну, а здесь я готовлю простой, но вкусный ужин. У меня с обеда оставалась картошка, я ее много начистила, часть у меня пошла в суп, ну, а часть на картофельное пюре. Картошка варится, котлеты жарятся, и я делаю салат. Маруся. 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 Кукуруза. Это мама. Ку-ку-ку. Рыжик. Орудие. Ку-лю-ге. Орудие. Петя. Орудие. Рысь. Рысь. Рыба. Рыжик. 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 Да, рысь. Рыжик. О, рысь. Ставила кусочек, что у нас за кадром, когда я готовлю, как правило, либо кто-то делает уроки, либо Сережа занимается, вот с Ксюшенькой, он с Лешей занимается, с Ксюшей. У нас проблемы были у Ксюши, но они еще есть, немного со звуком р, но она уже наконец-то стала выговаривать, она занимается слогопедом, и вот каждый день с ней нужно обязательно делать упражнения, заниматься, и, конечно, Сережа мне в этом очень помогает. Ну, а я стою, все это слушаю. Режу простой салатик, но у нас не все его едят, поэтому часть я порежу просто на тарелочку. Огурцы, помидоры и перец по отдельности, кто захочет, тот и возьмет. Буду салат делать со сметаной, и зелень еще посыплю сверху. Ужин простой, но настолько вкусный. Здесь у нас котлеты из индейки, я вечером прокрутила фарш, также пюре, Сережа мне картошку помял, здесь у нас суп, который надо будет убрать в холодильник, ну и салатик. И, как уже сказала, что заправлю сметаной. Котлет специально готовила на один раз, поэтому всем хватило, там даже еще немного осталось. Если кто-то сейчас тоже нас смотрит и кушает, желаю вам приятного аппетита! У нас уже пятница, вечер. Я бы сказала, ночь. Уже 12 часов ночи, все спят. И у меня открылось второе дыхание, и я думаю, завтра я хочу выложить видео, оно у меня уже готово. Я его смонтировала, и осталось только озвучить. Обычно я ночью не озвучиваю, потому что вечером голос у меня уже такой подсевший, потому что за целый день наговоришься много. Но я понимаю, что завтра я не смогу утром озвучить. Я записалась на маникюр. Поэтому сейчас озвучу. Пока тишина. И пойду уже отдыхать. Ну а завтра, я надеюсь, вы увидите это видео. Поставьте пальчики вверх, поддержите меня. Такая у нас красивая елка. Вот я прям смотрю на нее, и мне совершенно не хочется ее убирать. Прям она мне очень нравится. Какие у нас сегодня новости? Особо никаких. Проводили нянечку домой. Ждем выходные гостей. Если все будет хорошо. Так все в целом. У нас все по-прежнему. Представляйтесь, на днях Сереженька ночью спал маленький, во сне сел и во сне назад прям опрокинулся мне в лоб. Да, у меня с такой силой пол, бы я проснулась. У меня прям искры из глаз полетели. Но мы за эти дни еще не передвинули кроватку к нам. Все собираемся это сделать. Вот, чтобы уже его приучать, конечно. Он сейчас очень во сне, я говорила, толкается. Поэтому будем его перекладывать в кроваточку уже в свою. Поставим к нашей кровати с Сережной стороны. И будем постепенно его приучать. Ну а пока он так с нами спит еще. Вот, такие дела. Особо новостей сейчас больше нет. Буду с вами прощаться. Спасибо за то, что провели это время со мной. Конечно, я хотела еще больше вам заснять. Но столько событий каждый день. То, что я снимаю, это такая малая часть. Поэтому я не успела все заснять, что задумала. Но, надеюсь, уже в следующем видео поснимаю и выложу в среду, если все будет хорошо. Буду с вами прощаться. Ставим пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Ну и, конечно, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем желаю хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok